Приветствую всех на своем канале и хочу немного рассказать о небольших покупках за последнее время. В аптеке я купила вот такой набор фирмы Aven. Он был в такой очень красивой бумажной упаковки, завязанной белым бантом. Фирма Aven мне очень нравится. Единственный ее недостаток, по моему мнению, это цена, потому что это аптечная косметика и она не самая дешевая. То есть она идет на порядок выше, чем такая распространенная аптечная косметика, как Vichy. Я купила сумочный вариант термальной воды. Вот такая запайка идет. Мне очень нравится термальная вода, но если честно, я до сих пор не поняла разницы между термальной водой, которая продается в аптеке. Очень многие фирмы производят термальную воду. Это и Aven, и Vichy, и Uriage. Все это продается в аптеке и разницу между ними я не заметила. Возможно, у них все-таки есть какая-то разница в составе. Разницы я не замечаю. Это сумочный вариант. В сумочном варианте термальной воды 50 миллилитров. Ее действительно очень удобно брать с собой. Дома я использую воду, такой настольный вариант. Она получается дешевле, но этот формат именно удобно брать с собой. Также я купила на пробу такую дневную разглаживающую эмульсию, которая борется с выраженными признаками старения, подходит для нормальной комбинированной кожи и используется в качестве дневного крема. Во всю аптечную косметику фирмы-производители добавляют свою запатентованную термальную воду. Также и здесь добавлена в состав термальная вода. Крем представляет собой флакон с дозатором, в котором 30 миллилитров. Он достаточно увесистый, то есть это не легкий какой-то флакон, то есть это действительно стеклянный флакон. Здесь помпа. Использовать аптечную косметику мне доставляет огромное удовольствие. Мне очень нравятся их текстуры, они очень приятные, всегда очень практически хорошо впитываются. Они действительно дают то действие, которое заявлено на упаковке. Очень редко бывает так, что аптечный крем становится разочаровать. Ну и посмотрим, какой будет этот крем в применении. Также я купила набор Гималая. В состав набора входили три продукта. Один продукт я покупала просто так. Он у меня уже закончился. И я решила уже купить от Гималая набор. Фирма Гималая это такая достаточно недорогая фирма, но она приятная в использовании. Ничего особенного производитель не обещает. У меня был крем для рук. Очень такой приятный крем. Он был очень красивый, как розовый жемчуг. У меня был очень красивый и приятный в использовании крем для кожи вокруг глаз. Уже проверенный временем вот этот мягкий успокаивающий тоник для сухой и чувствительной кожи без спирта. Я его использую вместо воды по утрам и иногда вечером. Тоник сам по себе очень замечательный. Единственное, но если у вас очень сильно раздраженная кожа, то вечером ваша уставшая раздраженная кожа на него может реагировать покраснением. То есть этот тоник действительно для сухой и чувствительной кожи, но без раздражающих каких-то моментов. В составе на первом месте вода, на втором месте глицерин. То есть глицерин как раз снимает сухость кожи. И также в наборе шла отшелушивающая маска с миндалем и огурцовым, которая обещает выравнивать мелкие несовершенства, тонизирует и омолаживает кожу. Отшелушивающие маски, они вообще все способствуют внешнему выравниванию несовершенства и омолаживания за счет того, что они снимают верхний слой омертвевших клеток. Во флакончике 75 мл. И способ применения у нее действительно как у маски. То есть нужно нанести на очищенную кожу лица, кроме кожи вокруг глаз, и оставить для высыхания на 10-15 минут. Вот тут есть предупреждение, что не использовать на воспаленную кожу. Маску я пока не использовала, но по запаху она очень напоминает огуречный лосьон. То есть у нее вот такой очень узнаваемый огуречный запах. И также в наборе был вот такой вот питательный крем в такой банке. В баночке 50 мл. И на втором месте у него минеральное масло. И вот не знаю, считается, что минеральное масло оно засоряет поры. Закрыта баночка вот такой вот фольгой. И я пока в сомнениях, стоит ли использовать этот крем. Если кто пользовался, то напишите, пожалуйста, свое мнение об этом креме. И также я купила вот такой вот большой уже даже, как можно сказать, сундук. Такая огромная сумка. Такого красивого оформления. Сейчас мы с вами ее распакуем. Это неизвестная мне фирма. Набор называется Пончик. В состав входит средство для душа замороженная клюква 100 мл. Крем для душа черничный пончик 100 мл. Крем для рук ванильный пончик 50 мл. Лосьон для тела черничный пончик 50 мл. И, соответственно, все это упаковано в розовую красивую косметичку. Все это сделано в Китае фирмой Bellis & Harding. Сама марка Великобритания, Северная Ирландия. Сейчас очень многие делают все в Китае. И по составу я могу сказать, что это самая, в принципе, обычная косметика для тела. И в средство для душа, и в крем для душа на втором месте содиум, лаурет, сульфат входит. А лосьон для тела на втором месте парафиниум, ликвидум. Это минеральное масло. И в креме для рук на втором месте парафиниум, ликвидум. Язычок косметички с фирменным тиснением. И вот здесь в самом начале, чтобы показать, что набор новый и никем не открывался, стоит вот такая палочка, на которой обычно в магазине вешают ценники, она блокирует открытие молнии в новом наборе. Внутри для сохранения формы положена картонка. Именно поэтому косметичка практически правильной геометрической прямоугольной формы. То есть ей эту форму нам придает находящийся внутри картонка. Внутри каждый флакончик вот в такой вот упаковке. Вот такие вот куколки в упаковочной бумаге, как тонкая калька. На каждом флакончике нарисованы пончики, или как некоторые их называют, донаты. Вот такие вот аккуратненькие баночки. Это черничный лосьон для тела 50 миллилитров. Это крем для рук ванильный сахар 50 миллилитров. Это средство для душа замороженная клюква 100 миллилитров во флакончике. И крем для душа черничный пончик такого красивого черничного цвета. Баночки сверху закрыты фольгой и флакончики тоже сверху закрыты фольгой. Этот набор очень хорошо подойдет и в качестве подарка, ну и также для того, чтобы ознакомиться с продукцией данного бренда. Розовая сумочка очень большого размера. Она подойдет даже для того, чтобы, например, с собой в дорогу взять что-то косметическое. То есть в качестве дорожной косметички даже подойдет. И вот такой набор из двух средств. Это крем для рук и розовая вода мне подарили. Это неизвестная мне фирма My Rose of Bulgaria. Моя болгарская роза. Оба продукта произведены в Болгарии. У фирмы очень красивый логотип в виде розочки. Сам флакон с розовой водой самый классический и стандартный. С таким же обычным распылителем. Во флаконе 220 миллилитров. И в составе на первом месте вода. На втором месте розовая вода. В составе нет отдушек. Сама упаковка украшена розочкой, которая отпечатана на этикетке с задней стороны флакончика. Очень приятно пахнет розочкой. Именно такой классической болгарской розочкой. Розовую воду можно использовать и как средство для освежения, тонизирования. То есть использовать его вместо тоника. То есть вообще розовая вода достаточно такой универсальный продукт для кожи лица. И этой же фирмы мне подарили крем для рук. На флакончике 75 миллилитров. Произведен он также в Болгарии. Состав здесь более приземленный, химический. На втором месте глицерин. На третьем месте парафинум ликвидум. Парафинум ликвидум переводят и как минеральное масло, и как вазелин. То есть этот компонент создает тонкую пленку на коже. То есть это очень спорный компонент. Заглушка у крема самая стандартная, обычная. То есть открывается он достаточно легко. Крем белого цвета. У него средняя консистенция. Крем пахнет розочкой. Точно такой же запах, как у розовой воды. Это аромат болгарской розы. Мне запах этот нравится. Даже немного ассоциируется со сладким ароматом шиповника весной. Крем впитывается хорошо. Вот эта вот пленочка кожи, она ощущается. То есть вот чувствуется, что на руках, на руках что-то осталось после нанесения этого крема. То есть вот чувствуется, что этот крем есть на коже. Я бы сказала, что этот крем из разряда ничего особенного, но это приятный такой в применении крем, похожий на многие остальные. Если этого крема на руки нанести очень-очень много, кожа чувствует небольшой дискомфорт и хочется немного смыть образовавшуюся пленку с рук и после того, как излишки крема смыть водой, вот тогда кожа себя чувствует очень комфортно и очень хорошо. Я очень рада всем своим покупкам. Желаю вам хорошего настроения и радости от покупок. Пока-пока. До новых встреч!